Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. 10 мотивов, по которым Республика Западная Армения гарантирует безопасность Восточной Армении и Арсаха. 10 мотивов для регистрации нашего гражданства. Министр иностранных дел Франции о миссии Евросоюза в Армении. Азербайджанская спецслужба распространяет ложную информацию об эвакуации жителей Степанагерта. Знакомься в Западной Армении. Каракириси. Пожар в католической церкви Суперкич в Константинополе. Зарманазан 2023. Летняя программа в альпийских горорах Франции. Дер Симе покажет документальный фильм «Пусть живут горные козлы». После более чем 15-летней активной работы, направленной на укрепление государственности, правительство Республики Западная Армения за 18 лет своего существования добилось многочисленных достижений в международной правовой и дипломатической сфере. В связи с этим следует отметить наше постоянное участие в системе экспертов ООН по правам коренных народов. Многочисленные жалобы, подданные в различные международные суды от имени детей и женщин в изгнании. Недавно в Европейском суде по правам человека за нарушения, совершенные турками и азербайджанцами в ходе последней 44-дневной войны 2020 года, приняты и привлечены к уголовной ответственности. Также прочие достижения, имеющие большое значение в юридической и дипломатической сфере. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна коснулась решения Евросоюза о создании гражданской миссии в Армении. «Это решение очень важно. Франция будет рада принять участие в этой европейской миссии», – написала Колонна на своей странице в Твиттер. Напомним, что Совет Евросоюза уже утвердил размещение гражданской миссии в Армении сроком на два года. Наблюдательская миссия может способствовать снижению напряженности, но это не решение вопроса. Через некоторое время оккупант Азербайджан возобновит агрессию. Необходимо применить четкие шаги в отношении Азербайджана с санкцией, которые вынудят его остановиться. Службы национальной безопасности Республики Арцах следят за осуществлением функций и полномочий, возложенных законодательством сферы информационной безопасности, и формируют, что азербайджанские спецслужбы, используя соцсети Facebook, граждан Арцаха распространяют фальшивые документы об эвакуации жителей Степанагерта с целью распространения паники среди населения. Об этом сообщает Служба национальной безопасности Республики Арцах. Призываем не поддаваться фейковым новостям и сохранять спокойствие. Служба национальной безопасности полностью контролирует ситуацию в стране. Поселение Каракелиси Западной Армении находится на правом берегу верхнего течения Арацаны на плодородной равнине Алашкерта. Помимо Арацаны здесь протекают его многочисленные притоки. Земли вокруг поселка плодородные и орошаемые. Турки называют его Каракезье. Считался селом, поселком, городом. В первой половине XIX века армяне в Каракелисе составляли большинство населения. В 1877-1878 годах до русско-турецкой войны имел 200 домов армян, из которых больше половины во время войны эмигрировали в Восточную Армению. В дальнейшем численность армянского населения значительно увеличивается. При Абдул-Гамиде в 1895-1996 годах после армянских погромов в Каракелисе устанавливают многолюдный гарнизон. С целью устранения единства армянского населения в городе, турецкие власти заселяют там 100 турецких и курских семей. Как и в других десятках сел Западной Армении, занятием населения в Каракелисе были ремесла, торговля, земледелие. Скотоводством занимались исключительно турки и курды. В Каракелисе при церкви Асту Атсоцин с 19 века действовала гимназия Айказян. Количество учеников в 1872-73 годах достигало всего 20 человек. К концу века около 40. Организованный турками геноцид стал судьбоносным и для армян Каракелиса. Часть из них была уничтожена в 1915 году вследствие геноцида. Другая часть была депортирована в разные страны. Вечером 23 января в приюте армянской католической церкви Сур-Паркич-Каракойском районе Константинополя вспыхнул пожар. В результате пожара погибло два человека. В заявлении сообщается, пожар был приостановлен. В результате пожара четыре человека были эвакуированы. Два человека получили перегар и доставлены в больницу. Пожар вспыхнул в приюте, где проживали нуждающиеся зарегистрированные в фонде армянской католической церкви. Западная Армения выражает соболезнования родным погибших в результате пожара и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Это очередной случай, когда якобы случайно горит армянская церковь. Это преднамеренная программа по уничтожению армянского следа, реализуемая турецким руководством. Летняя программа «Зар Маназан» на западноармянском языке пройдет в районе Альпийский гор Франции под названием «От Сауа» с 1 июля по 6 августа 2023 года. Заявления уже принимаются. «Зар Маназан» – удивительное место, где депортированные дети, юноши, молодежь, учителя и друзья собираются вместе наслаждаться языком. Программа состоит из трех частей, которые тесно связаны друг с другом. Программа для детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет, программа для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, университетская программа для учителей на западноармянском языке, находящихся в депортации. Дети, подростки и молодежь должны участвовать в различных семинарах в соответствии возраста, таких как изобретательное и аудиовизуальное искусство, ремесла, музыка, развитие, театральное самовыражение, занятия по чтению, грамматика, групповые игры, прогулки по природе и путешествия. Количество участников ограничено. Педагогическая программа «Зарманазам» была создана в 2017 году армянским отделением Галуста-Гюльбекяна как часть программы возрождения западноармянского языка. В зале заседания мэрии Дерсима был показан документальный фильм «Пусть живут горные козлы». Режиссер фильма Оскан Улуджан отметил, одной из святынь Дерсима считаются горные козлы. Добавив, на протяжении многих лет в Дерсиме происходил убой горных козлов. Святыни Дерсима важны для нас. Мы подумали, что можем предотвратить убой горных коз и создали эту работу. Регион Дерсима на протяжении многих лет подвергался различным посягательствам. Опустошение сел, осквернение мест культурного наследия, строительство, продохранилищ, ГЭС, реализация горнодобывающих проектов, лесные пожары и охота. Режиссер фильма Олуджан также добавил, мы не хотим, чтобы живое существо было убито. И в завершении новостей послушаем музыкальные произведения. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА